Знаете, сейчас в мире вообще идет тенденция, что лучше делать. Вот такие серьезные реконструктивные операции после мастектомии, делать их одновременно или отсроченно, делать травм-лоскуты, дип-лоскуты, либо торгодорзальные лоскуты, либо комбинировать, либо ставить протезы. Вот я как человек, который еще с 90-го года занимается вопросами эндоэкспандерных технологий, мне больше ближе методики эндоэкспандерные после мастектомии в сочетании с так называемым фэтграфтингом, то есть переносом жира с одного места в другое, у кого это возможно. Поэтому, мне кажется, все равно в результате победят менее агрессивные методики, потому что, к сожалению, эти операции очень красивые, хорошие, но у них очень много процентов осложнений, связанных с нарушением питания переносимого лоскута, с поворотом сосудов и повторной, вторичной деформацией нарубцовой того лоскута, который перенесли. Спасибо.